Привет друзья, с момента получения этого смартфона я не выпускал его из рук. Хорошенько протестировал и уже составил свои впечатления и готов с вами поделиться. А также вас ждет бонус, я буду местами сравнивать данный аппарат еще с одним очень удачным творением от Xiaomi Redmi 5 Plus. Потому что знаю, что многие мучаются в выборе тот или этот, ну и постараюсь вам помочь. Кстати, оба аппарата глобальной версии. Сравним в звуке, камере, экранах и автономности. И вы знаете, я был местами конкретно удивлен, сравнивая эти аппараты. Но обо всем по порядку. Поехали! Сначала о ценах. Брал по акции еще когда глобальная версия была предпродажной, в марте. Версия 4.64 обошлась в 220 долларов в черном цвете, а за 200 можно было предзаказать золотистый. Потом цены взлетели до небес, на баксовые так 100. Сейчас медленно, наверное, опускаются. Ну и по традиции в описании укажу, где покупал, как Redmi Note 5, так и 5 Plus. И лучшие на сегодня цены. Как видите, все дошло отлично. Итак, внешность. Имеем продолговатый прямоугольник с экраном в 6 дюймов. В руке сидит так же, как и 5,5 дюймовые аппараты, поскольку в ширину они плюс-минус одинаковы. Толщина очень комфортна, 8 мм. Карман оттопыривать не будет. А вот если у вас любимые штаны не с глубокими карманами, готовьтесь менять смарт... Ой, штаны. Поскольку часть всего может смотреть на мир глазочком одной из камер. Пользовался Redmi 5 Plus, ощущения примерно те же. Теперь поворачиваем смартфон и видим двойную камеру. Что-то она мне напоминает. Вам тоже? Правильно, мой советский удлинитель. Откуда они узнали о нем? Еще и купертиновцам он тоже приглянулся. В айфоне ведь такой же дизайн камеры. Ладно, шутки шутками. Но в Xiaomi мне нравится такое решение. Я бы не ругал такое расположение и внешность камеры. Вполне симпатично. Выпирает не сильно и чехлом закрывается. Разве что по столу делает качели, если понажимать на экран. Это не очень удобно. Тут же сканер отпечатков. Он очень шустрый. Но проблем у Xiaomi с ними в последнее время вообще нет. Face ID пока не завезли. То, что отсутствует Type-C не новость. Такая у них политика со средним сегментом. Зато остался 3,5 миниджек. Что для кого-то может быть важнее Type-C. Если бы он тут был, попрощались бы мы с миниджеком, как показывает практика. Вес 180 грамм. И заставит ваш мизинец с правой руки почувствовать его, если некоторое время держать смартфон вертикально, лежа на диване. Ну вы поняли. Сборка на высоком уровне и даже с комплектным чехлом черный смартфон смотрится солидно, строго, презентабельно. Комплектация минимальна, в стиле Xiaomi. Но за чехол в комплекте отдельное спасибо. Удобно ли будет вам пользоваться 6-дюймовой лопатой? Да, на этой булочке удобно. В том числе благодаря жестам. А вот носить тут кому как. Выбирайте карман глубже. Все-таки тут 6 дюймов, хоть и рамки меньше, чем были год назад. Давайте пару слов о самом экране. Контраст, цветопередача, чувствительность. Тут претензий никаких. Хорошая, сочная IPS матрица. Также отличная олеофобка. В распаковке я подметил, что у двух идентичных аппаратах с экранами фирмы Tianma баланс белого чуть разный, что ничуть не удивляет. Минимальная яркость отличная, максимальная тоже хорошая. Но тут в кадре появляется Redmi 5 Plus. И мы уже видим разный баланс белого. Не знаю передаст ли эта камера, но в Redmi 5 Plus максимальная яркость совсем на граминочку, еле-еле выше. Что никак не отразится на пользовании аппаратами на улице. Оба экрана хорошо читаемы. В целом дисплей отличный. Как известно, тут установлен очень сбалансированный процессор. Не флагманский конечно, но вполне работоспособный Snapdragon 636. С графикой Adreno 509. Я бы сказал, вот она, золотая середина. В этом аппарате он проявляет себя отлично. Нет задумчивости, все открывается быстро. Оболочка летает. Хотя со времен Snapdragon 625 мы уже разбалованы этим явлением. Модель новая, потому тут Android 8.1 и MIUI 9.5. И обновляться будет еще долго. По технической части данный смартфон можно назвать среднебюджетным игровым устройством. Игры типа Asphalt или подобные летают и на Snap'е 625-630. Нас же интересуют две хитовые и тяжелые игрушки PUBG и Tanki. В PUBG по умолчанию игра предлагает низкие настройки. На что мы не согласны на данном железе. Потому зайдя в настройки, можно выставить среднюю графику. Высокое не выставляется. Есть тени, блики, чего не было на Redmi 5+. В танках пробовал выставить самые высокие параметры, что позволяет игра. Все-таки тяжеловато смартфону на максималках. Местами FPS проседает до 35 и даже 25 было. Случались микрофризы. Так что для комфортной игры и уверенного FPS лучше средние настройки. Или на максималках отключить тени и анизотропное сглаживание убрать. Попробуйте. А так играется все хорошо. И главное, что смартфон при этом не перегревается и не троттлит сильно. Ведет себя стабильно. Redmi 5 Plus на 625 драконе тоже не греется и не троттлит. Но тянет графику ниже. Конкретно в игре PUBG разница заметна. В танках лично я кайфую, играя как на Redmi Note 5, так и на Redmi 5+. И да, играть на широкоформатном экране одно удовольствие. Теперь посмотрим на датчики. Их достаточно. Такой же набор, как и в Redmi 5+. Работает корректно. Датчик приближения при разговоре всегда тушит экран. Но бывает, что во время разговора он опять загорается. То тухнет, то загорается. Мне кажется, это пофиксит в обновлении, так как в Redmi 5+, такого не замечаю. Кстати, о разговорах. Ни для кого не секрет, что Xiaomi ставит неплохие динамики. Тут разговорный динамик очень громкий и четкий. Собеседники слышат тоже очень хорошо. С сетью проблем не было. Wi-Fi двухдиапазонный, Bluetooth 5.0. В глобалке поддерживаются LTE-бенды 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20. GPS-модуль на этих процессорах всегда на высоте. Спутники находятся быстро. Даже в помещении есть соединение. И компас при навигации отрабатывает корректно. Жаль, что NFC нет. Было бы вообще просто идеально. Но такая у них политика пока что. Поговорим о звуке. Тут есть что сказать. Включился YouTube одну и ту же песню. Redmi 5 Plus из внешнего динамика звучит громко и четко. Но меня удивило, что Redmi Note 5 звучит еще громче. Могу с уверенностью сказать, что динамик тут отличный. Но что меня действительно удивило, так это звук в наушниках. И, к сожалению, для любителей звука в наушниках не в лучшую сторону. Он звучит значительно, порядком так тише, чем Redmi 5 Plus. И я был немного озадачен. А ведь есть еще Redmi 5, который звучит еще громче, чем Redmi 5 Plus. Вот вам такие дела. В общем, во вкладышах у Note 5 звук уходит в басы. Их больше, чем нужно. Да еще и тихо. Реально тихо даже в тех же вкладышах. А если взять наушники побольше, то же самое. Если честно, я этого не ожидал. И мне хотелось добавить громкости процентов 50-40. Искренне надеюсь, что это поправят в обновах. Все познается в сравнении. Но за это Note жирный минус. Дальше будет тоже интересно. Камеры. Тут двойная камера. Основная на 12 Мп с апертурой 1.9. Что указывает на неплохую светочувствительность. И вспомогательная на 5 Мп. Та, что блюрит фон в портретном режиме. Качество фото подросло. Особенно по сравнению с 4 серией. И давайте заценим и сравним с Redmi 5+. Вот роза после дождя. Первое фото Redmi Note, второе Redmi 5+. Заметили особенность? Redmi 5 Plus фокусируется в макро на меньшем расстоянии от объекта. А значит и детализация в макро лучше. Это видно по кропу данного снимка. На следующем снимке видим, что динамический диапазон и детализация лучше на Redmi Note 5. Особенно бросаются в глаза темные участки. Где у Redmi 5 Plus они совсем темные. Ноут же вытянул нормально. На следующем снимке Redmi 5 Plus сделал фото светлее. Но Redmi Note 5 реалистичнее. Небо было именно таким. Приближаем разноцветную будку и видим, что по детализации в этот раз лучше Redmi 5+. На этом фото снова у Redmi 5 Plus картинка светлее. И много пересветов. Вот показательное место. Тут конечно Redmi Note передал все более правильно. Redmi 5 Plus выжиг детали. Теперь фото в недостатке освещения. На улице темнее, чем на фото. Смартфоны пытаются сделать кадр светлее. Ну и тут конечно явно Redmi Note 5 справляется значительно лучше. Потом стало еще чуть темнее и... Я достал свой Mi Note 3. Это я лишь хотел заинтриговать вас предстоящей битвой камер Redmi Note 5 и Mi Note 3 на нашем канале. Так что подпишись, чтобы не пропустить. Скоро будет. Ну и портретный режим. Он тут неплохой. Разве что блюр немного неестественный. Я бы сказал чересчур размыт. Но это мелочи. При искусственном освещении качество тоже вполне приемлемо. Что касается фронтальной камеры, то тут она ощутимо лучше, чем у Redmi 5 Plus. 13 мегапикселей и разные программные фишки. И если вам важна фронталка, то тут она хорошая. А теперь видео. В фото мы видели, что динамический диапазон шире в Redmi Note 5. Видео, видимо, софтово, все наоборот. Redmi Note 5 в тенях вообще провал. Redmi 5 Plus светлее и ближе к реальности. С чем это связано, нужно спросить китайца, что делал софт под этот модуль на этом смартфоне. Обратите внимание на ворота. На ноуте они абсолютно черные. В то время как на Redmi 5 Plus видно, из чего они сделаны. Хоть и стабилизация весомые аргументы, но эти провалы в тенях сильно портят впечатление. Пример записи видео на смартфоны Redmi Note 5. И Redmi 5 Plus. Освещение очень плохое. Вечер. Смартфоны пытаются вытягивать картинку. Потому очень много шумов. Теперь автономность. Батареи честных 4000 мА. В этом плане Xiaomi молодцы. Это дает нам хорошую автономность. На день активного использования точно хватит. Играл в танки полчаса на яркости 75%. Redmi 5 Plus потерял 8%. В Redmi Note 5 9. Кстати на ноуте стояла средняя графика. На плюсе низкая. Видимо процессор под нагрузкой все же чуть более прожорлив у ноута. Что в принципе не удивительно. Но разница не велика. Полчаса просмотра YouTube на яркости 75%. Ноут минус 4%. 5 плюс минус 5%. Но нужно учитывать что Redmi 5 Plus постоянно юзался. А ноут совсем новенький. Возможно батарея в плюсе чуточку деградировала. На новых думаю было бы одинаково. Так что тут все понятно. В тяжелых играх ноут будет потреблять чуточку больше. В остальном автономность будет плюс минус одинаково. Ну что же друзья. Надеюсь я помог вам узнать больше о Redmi Note 5. И определиться. Это без сомнений хороший смартфон. Но явно хитрые маркетологи здорово раздули из него нечто. Это твердый середнячок. С неплохим железом. Классным экраном у которого появилась вторая камера для размытия фона. И качество фото конечно подросло. А в видео наконец-то добавили цифровую стабилизацию. Теперь дело за малым. За ценой. Стоит ли брать Redmi Note если у вас уже есть Redmi 5 Plus? Однозначно нет. А что покупать? Решайте вы и ваш бюджет. Цены смотрите в описании. А если надумаете брать то кэшбэк вам в помощь. Сэкономите немного. А с вами был Smart Plus. Подписывайтесь на канал. Особенно если вам интересно совсем скоро увидеть сравнение камер данного красавца с Mi Note 3. А также тест этих двух смартов в тяжелых играх. И всем пока друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok